По старой русской традиции, если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям. Разрушить подобное положение вещей призвана диспансеризация. Посетить это комплексное медицинское обследование можно и нужно, даже если на здоровье жалоб нет. Ведь врачи не устают повторять, чем раньше болезнь выявить, тем лучше. Диспансеризация – это тот объём обследований, который направлен на предупреждение у людей или ранних выявлений неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней, бронхолёгочной системы, онкологических заболеваний. И, в общем-то, очень большая выявляемость. Программа диспансеризации населения действует с 2013 года. За это время процесс обследования и посещения специалистов отлажен. Всё сделано для того, чтобы приход в поликлинику был максимально удобным. Это не занимает немного времени, потому что мы приходим очень рано. Поликлиника работает очень рано, ещё 8 часов нет. Здесь, пожалуйста, приходи и проходи диспансеризацию. Плюс к тому же сделали субботу, когда можно пройти в единый день диспансеризации. У нас тоже наши сотрудники этим пользуются. Диспансеризация – дело добровольное. Но в некоторых организациях рачительные руководители следят за тем, чтобы сотрудники обязательно посетили это мероприятие. Налицо и экономическая выгода. Чем меньше болеет работник, тем лучше. Обследовано порядка 5000 человек в рамках диспансеризации. Получены рекомендации. Рекомендации для последующих обследований. Рекомендации по здоровому образу жизни. В ходе диспансеризации издаётся ряд анализов и проводятся необходимые исследования. На обработку данных требуется минимум времени. А затем врач знакомит пациента с результатами и даёт свои рекомендации. Дальше уже согласно рекомендациям. Если какие-то есть проблемы со здоровьем, то, естественно, доктор назначает уже исследование дальше. Несмотря на то, что поликлиника готова принимать тех, кто приходит на диспансеризацию с 7.30, число тех, кто в это время уже спешит на работу, велико. А потому пройти обследование можно в субботу. Для тех, кто не зарегистрирован в Ленинском районе, это тоже доступно. У нас до конца года осталось ещё два единых больших дня диспансерных. Это 18 ноября и 9 декабря. В эти дни мы ждём всех. В единые дни диспансеризации, когда поликлиника работает в усиленном режиме, мы приглашаем и в эти дни проходит диспансеризацию практически за 1-2 часа максимум. Посетить такой единый день может любой гражданин России, вне зависимости от места регистрации. Всё, что нужно – паспорт и медицинский полис. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова